Сегодня мы хотим обратиться к мировой общественности и лично к Владимиру Владимировичу Путину и рассказать, что происходит сейчас в так называемой Луганской Народной Республике. Ваши ставленники, господин Плотницкий, воруют каждый день составы с углем. Лично я сегодня насчитал 164. На все есть подтверждающие документы. Каждый из нас воевал заодно, чтобы людям было легче. Вот здесь стоят люди, которые зашли 6 числа в СБУ. Те люди, которые сказали слово Россия. Хотелось бы спросить у самой России, до каких пор какие-то Плотницкие, жиды непонятные будут нас обворовывать. Я расскажу, кто такой господин Плотницкий. Это ставленник Натальи Королевской. Сейчас в вода входят люди. Господи Маефремова, мы хотим спросить, разве ради этого мы заходили? Разве Барс, все остальные ради этого умирали? Мы хотели, чтобы людям стало жить легче. Из 10 так называемых гум-конвоев до народа дошел один. Все остальное распродано. Хотелось бы спросить, кто спросит с господина Плотницкого и всех остальных? Я понимаю, многие возразят, вы его выбрали. Я расскажу, как прошли эти выборы. Хватит врать, мы вышли за свободу. И мы свободный народ. Господин Плотницкий в Брянке заявил, что казаки это беспредельщики. Так вот, уважаемый Игорь Венедиктович, вы вор, вор в народного доверия. Вы ввели социальные карточки. Не придете на выборы, не получите пенсии. Такого шантажа не было нигде в мире. Такого шантажа не было даже в фашистской Украине. Вы хуже них. Мы требуем вашей отставки. Мы, первый казачий полк имени Платова, требуем вашей отставки. И за нами поднимется вся Луганская область. Потому что видят, как каждый день разворовываются их недра. Как каждый день вы воруете все, что можно и нельзя. Как господа, ваши приближенные вояки, ваши чевбряды, забирают дома и квартиры и живут. Потому что они имеют на это право. Почему из нас никто ничего не украл? Мы воевали в Северодонецке, в Лисичанске, в Первомайске. Мы для вас взяли село Фрунзе, поселок Донецке и так далее и тому подобное. А где были вы? Сидели вода? Спросите у каждого из них, что он поймел за эту войну. Только разруху и боль. И давайте посмотрим, что поймели вы. Вот хотелось бы узнать, когда вы приезжали в Брянку, что же вы не набрали смелости и не приехали к нам? Потому что у нас вот такие стопы документов, сколько вы украли. Вы с господином Валерой Болотовым, нашим другом, да, вот из него стоящих, резали вагоны в Семтяновке, а мы с Попасной их воровали и пригоняли, чтобы они остались до республики. А сейчас вы требуете вам уголь возить ни на что. Так а для чего вы его возите? Где настоящие социальные выплаты? Где хотя бы один закон от вашего ебучего парламента? Где они? Нахрена вы нам нужны? Вы рассказываете о Казачьей республике? Да нет. Мы за ЛНР только без вас. Без Игоря Плотницкого. Без Корякина. И без всякой шували, которая там засела. Мы хотим одного. Не показухи, а действия. Извините, за раз в полгода привезти в детский интернат 35 подарков, господин Корякин, широдяку. Сосешь ты хуй, Леша. Мы тебя ждем с таханами всей большой семьей. Приезжай. Приезжай, приезжай. Господину Тамбову онлайн привет. Вы знаете про некую флешку, которая лежит у меня в кармане. Если с кем-нибудь из них за ближайшие дни что-нибудь случится, эта флешка разойдется по всем серверам мира. По всем. И тогда игра пойдет совсем на другие ресурсы. Все вот эти люди поднялись за одну, за Россию. Не губите в них эту веру. Кто вам дал право решать за всю большую страну? Каждая из них или большая часть родилась в Советском Союзе. И мы его помним. В отличие от вас. Набраться, нахопаться, научитесь жить. Научитесь жить по-людски. Каждый из вас сидит и ворует, что-то решает. Я вам приведу пример. Луганский тепловоз. Отправил три тепловоза. Где они есть? Адрес доставления в город Ровно. Уголь куда идет? Туда же, на западную Украину. Скажите, а что идет к нам? Вот многие тут из города Лисичанска. У них там семьи, дети и так далее, и тому подобное. А никто не думал о том, что нужно вернуть людям ихние дома. Не думал о том, что нужно вернуть их семьи и так далее, и тому подобное. Вы в Минск поехали, заключили блядский мирный договор. Для кого он был мирным? Я задаю вопрос, для кого этот был мирным? Съездите в Первомайку, посмотрите, как мы радовались вашему миру. Мирные вы наши. Вы решили, вы сейчас найдете штатное расписание полка, и мы обрадуемся званием полковника. Да каждый из нас рад тому, что он является старшим сержантом или сержантом. Вот этому он рад. Он рад, что у него есть куча братьев, они вашим званием, деньгам и всему подобное. Если вы думаете, что вы купили каких-то ханных, поназвали сюда, и они за вас все сделают. Нет, это наша земля. И сделать мы будем тут. И ни о чем тут не надо кричать, что это казачество или не казачество. Тут другой разговор. Это наша земля, мы тут родились, выросли, жили, и дай Господь умрю в глубокой старости. Но мы устали за свободу, а не за то, чтобы нам давали социальные карточки, чтобы нам делали какие-то подачки, а дешевых подачек нас избавьте. Есть хорошая пословица. Если хочешь накормить голодного рыбой, дай ему не рыбу, дай ему удочку. Так вот, Владимир Владимирович, мы вас просим дать нам удочку, а не кормить нас рыбой. Посмотрите, что происходит на самом деле. Когда мы вам говорили, что господин Сурков вор, вы нас не слышали. Да, мы знаем, что вы сняли господина Суркова, но только это ничего не изменило. На манеже одни и те же. Прокурор области является бывшим прокурором области. Зам. главы МВД еще две недели назад была помощником начальника АТО Украины. О как! Чего вы сняли? Один вопрос. А что изменилось? Ради чего все они теряли друзей? Мы вам сделаем больше. Мы вам завтра снимем полный парад всего полка в составе полутора тысячи человек. И всех, кто к нему примкнут. Вы знаете, пугать того, что вы будете вас всех убьют, и те, и другие. Да нам не страшно. Нас убивали уже много раз. И мы до сих пор живы. Ну а так еще с них с Новым годом. Люба! 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 Люба!